Вдаваться в это, чтобы не затягивать. Следующая глава этой книги называется Аль-Амм. Общие контексты. Общие контексты. Тарифу, определение его Аль-Амму Люгатан Аш-Шамиль. Что такое общий в арабском языке? То есть Аш-Шамиль. Шамиль это тот, который включает в себя все, так? Который включает в себя определенный круг чего-либо. Шамиль, охватывающий, то есть. У Аст-Илахан, а в терминологии Аль-Лавз Аль-Мустагрик Лиджами Афрадихи Билла Хаср. Общий контекст. Это такое слово Аль-Мустагрик. Которое охватывает Джами Афрадихи. Все единицы этой вещи. Все единицы этой вещи Билла Хаср. Без всяких ограничений. Без всяких ограничений. Миссель, как например Всевышний сказал Поистине благочестивые будут в наслаждении. То есть в раю. Здесь слово Аль-Абрар пришло Ам. То есть он Общее слово. Имеется ввиду Любой благочестивый без исключения Будет где? В раю. Видишь? Аль-Абрар это Лавз. Слово. Аль-Мустагрик Лиджами Афрадихи. Которое включает в себя Все единицы Этого понятия. То есть все единицы То есть все благочестивые люди Включаются в это слово и в постановление. Ла-Фи-На-Им. Они будут все где? В наслаждении. Билла Хаср. Без всякого ограничения. Понятно или нет? То есть не скажено Все праведники, все благочестивые Кроме таких-то. Ничего такого нет. Или например Поясни Аллах о всякой вещи знает. Понял, да? Здесь что? Каждую вещь знает. Все вещи, которые существуют Включаются в это слово. Билла Хаср. Без всякого ограничения. Ясно? Дальше поехали. Говорит. Продолжение следует. Продолжение следует. дает. Если человек что-то оставил, что по джаглю, например, так. Здесь есть такое то, что если человек совершал постоянно какое-то действие, а потом пришел какой-то наня, как болезнь, например, так и тому подобное, то Всевышний продолжает давать награду, так, как будто человек продолжает совершать это деяние. Почему? Потому что ты его не совершаешь не по своей воле, а потому что ты заставлен тому, чтобы оставить это деяние. Что касается забывчивости, надо посмотреть повнимательнее. Давай дальше поехали. Говорит Фахараджа Бикавлина, когда мы говорим это слово, которое включает в себя все единицы этим самым исключаются те слова, которые включают в себя только одно что-то как, например, имена. Если ты говоришь Мухаммад, так, то сюда не включаются все Мухаммады. Включается тот Мухаммад, о котором ты сейчас говоришь. Так, или не включаются сюда все люди, а включается только кто? Только Мухаммад. И, например, накера, то есть слово, пришедшее в неопределенной форме, в утвердительном контексте. Как Всевышний сказал, ты должен освободить раба. Если человек что-то сделал, должен освободить раба, говорит так, слово ракаба. Здесь пришло в какой форме? Накера, неопределенной форме. В каком контексте пришло? Сияху лизбат, в утвердительном контексте. Фатахриру ракаба, должен освободить. А бывает сияханнафий, отрицательный контекст. Если бы было сказано, не должен освободить. Это будет какой? Контекст отрицательный. А здесь утвердительный, утверждается, что ты должен что-то сделать. Так вот, слово ракаба. У тебя, например, 10 рабов. Здесь сказано, должен освободить ракаба. Можно ли сказать, что ты должен освободить всех десятерых своих рабов? Нет. Здесь имеется в виду только одного кого-то из своих десятерых рабов. Почему? Потому что здесь пришло накера, слово в неопределенной форме, в утвердительном контексте. Оно не указывает на умум, не указывает на общность, а указывает на что? На идлак. Указывает на неограниченность. Это две разные вещи. Сейчас мы разберем разницу между ними, иншаллах. Говорит, Перескочил, так? Потому что это слово ракаба, раба, не включает в себя все единицы вместе. То есть не включает в себя всех десятерых вместе. А что? Но включает в себя одного из десятерых, но не какого-то конкретного. Тебе не сказано из десятерых, освободи именно Ахмада. Сказано одного из. Понятно или нет? Это что? Это не называется общий контекст. Это называется неограниченный контекст. Неограниченный контекст. Давайте здесь запишите, какая разница между Ам и между Мутлаб. Есть контекст Аль-Ам, то есть общий контекст, а есть контекст Аль-Мутлаб, неограниченный контекст. То есть, если по-русски посмотреть, получается похожее в два выражения. Так или нет? Общий и неограниченный. Похоже на два одинаковых выражения. Но на самом деле между ними есть разница. Первая разница между ними, между двумя этими понятиями, то, что общий контекст включает в себя все единицы перечисленного, все единицы названного. Без исключений. Без исключений. Если тебе будет сказано, освободи всех твоих рабов. Слово кульлю. Это что указывает слово кульлю на румун, на общность. Понимаете или нет? Если тебе будет сказано, освободи всех твоих рабов. Можешь ли ты сказать, что я могу одного освободить и этим выполню приказ? Не можешь. Чтобы выполнить этот приказ, ты должен освободить всех десятерых. Это что? Контекст Аль-Мутлаб. Общий контекст. А говорит Мутлаб, тоже включает всех десятерых. Тоже включает всех десятерых. Но лейса аля очи шумуль. Не так, что она охватывает их всех. А имеется в виду всех десятерых. То есть ты можешь освободить любого из этих десятерых, но контекст Мутлаб не ограничен. То есть тебя контекст не ограничивает. Кого из этих десятерых? Любого одного из этих десятерых ты можешь что сделать? Освободить. Это называется, что? Аля сабиль аль-бадаль. Лейса аля сабиль аш-шумуль. Общий контекст включает всех аля сабиль аш-шумуль. Охватывая все твои десять рабов. А этот аля сабиль аль-бадаль. Бадаль что? Замена. Ты можешь одного заменить вторым. Не обязательно этого, а можешь этого, а можешь этого. Это называется какой? Неограниченный контекст. Это первая разница между общим и неограниченным. Ам и Мутлаб. И вторая разница, то что общий контекст, к нему приходит тахсис, конкретизация. К нему приходит конкретизация. Поэтому говорят общий и конкретный. Ам и хас. Умум ватахсис. Так? Который обычно называется али-стихна, исключение. Когда тебе говорят, освободи всех твоих десяти рабов, илля Ахмад, кроме Ахмада. Здесь ты что говоришь? Амун махсус. Общий контекст, но он конкретизирован. Что один из этих десятирых конкретизирован, выведен. Из общего списка. Понял или нет? А что касается Мутлаб, то относительно него не бывает тахсис, не бывает конкретизация, а бывает тахиит. Бывает тахиит. Поэтому говорят нас Мутлаб или Мухайет. Контекст неограниченный или Мухайет какой? Ограниченный. Понятно или нет? Значит, общий конкретизируется каким-либо исключением. А неограниченный контекст ограничивается каким-либо ограничением. Если тебе будет сказано освободи раба здорового, здорового, у тебя 10 рабов, трое из них больные, 7 здоровые. Можно ли теперь сказать, что это слово неограниченный контекст включает всех десятерых рабов? В основе да, но он потом ограничивается каким-то уасфом, то есть описанием. Только здоровых освободи. Все, трое сразу, что делают? Уходят из-за этого ограничения. Выходят из списка из-за этого ограничения. Видишь, и в первом случае выходит из списка, и во втором случае выходит из списка. Но первый случай называется конкретизацией. Он конкретизирует, кроме Ахмада. А здесь он не говорит кроме такого-то, а говорит, что освободи, но из всех освободи только одного из здоровых. У тебя трое больных, они уже сразу не рассматриваются. Рассматриваются только 7 здоровых. Одного из них ты должен освободить. Одного из них ты должен освободить. Понятна разница? Значит, общий конкретизируется, а какой неограниченный ограничивается каким-либо описанием. Или, если тебе будет сказано освободи рабо, раба, что это означает? Ага, неограниченный контекст. У тебя 10 рабов, любого освобожу, выполню приказ. Но потом приходит ограничение верующего раба. То есть ограничивается чем? Уасфом, определенным описанием, каким описанием, чтобы этот раб был верующий. У тебя 5 верующих, 5 неверующих. Все неверующие вообще не рассматриваются, ты должен освободить одного только из 5 теперь уже, а не из всех 10. Понятно? Если что-то немножко непонятно, потом каждый сам вернется к записи, иншаллах, что сравнит, например, и сильно не будем что затягивать. Говорит дальше, это две разницы между двумя контекстами, общей и какой неограниченной. Дальше, вахараджа бихавлина, а когда мы говорим беля хасар, без всякого ограничения, без всякого нам ограничения, ма это наоль джами афради и ма аль хасар. Этим самым исключаются такие слова, которые включают в себя всех, все единицы, так же, как общий контекст, но с хасаром, то есть с ограничением. Ка асма аль адад, как имена численные. Миа у альф у нахвихима, 100, 1000 и так далее. Если ты говоришь 100 людей, это уже не общий контекст, так или нет, это уже контекст не общий. Потому что он не включает в себя всех людей, а включает только сотню из них. То же самое относительно тысячи. То же самое относительно тысячи. Значит, что получилось? Разобрали определение. Что? Определение общего контекста. Сколько время? Давай еще почитаем немного, так? Говорит дальше следующий раздел Сияг-Уль-Умум. Сияг-Уль-Умум, что такое? То, как приходит в контекстах общность. В таком виде, или что форма общности, контекста. Сияг-Уль-Умуми саба. Говорит шейх ибн Усаймин. Общность в контекстах Кур'ана и Сунны может приходить в семи видах. Первый вид. Мадалла аль-Умум бимаддатихи. То, что указывает на общность своей сущностью. То есть своим телом, как бы так. Мисль, как, например, Кул'ю. Слово Кул'ю. Все. Если тебе говорят, освободи всех рабов. Отсюда ты понимаешь, что не можешь исключить даже одного. Это какой контекст будет уже общий? Ам. Говорит. Ва-джамиа. Или слово джамиа приходит. Или слово кафа там приходит. Как Всевышний что сказал? Ва-кателюль-мушрекина. Кафа. Сражайтесь с многобожниками. Всеми ими. Так, всеми ими. Ва-катыба. Также слово может использоваться. Катыба. Или амма. Так или нет. Как пророк Сосом что сказал? Ва-бу-и-сту-илан-наси. Амма-тан. Я был неспослан. Или был послан. Ко всем людям. Здесь уже никто не может прийти и сказать. Я человек, но ко мне пророк не был послан. Почему? Потому что пророк в этом контексте указал, что он был послан ко всем. И привел это в общем контексте. Понятно или нет? В общем контексте. Как, например, Всевышний сказал. Поясни, каждую вещь мы сотворили по предопределению. Отсюда ты понимаешь, что нет ни одной вещи, ни движущейся, ни спокойной, ни черной, ни белой и тому подобное. Ни мертвый, ни живой. Так, кроме как, сотворено оно по предопределению Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что приходит общий контекст. А как ты узнал, что это общий контекст? Нашел в нем слово кульлю. То есть, всякую вещь. Так, всякую вещь. Это указывает на общность. И можете у себя отметить, вот эта первая форма, это основа форм общности. Это основа. То есть, чаще всего общность приходит в этом виде. Вторая форма, асма-уш-шарт. Имена условные. Условные имена. То есть, которые ставят какие-то условия. Так, как, например, Всевышний сказал, Кто совершит благое, то это для него самого. Имеется в виду, любой, кто совершит благое, это для него самого. Понятно ли нет? И говорим, этот контекст общий. Почему? Потому что в нем пришла частица Ман. А это Исм-уш-шарт. Имя условное. Лишь ставит условие. Кто сделает добро, тому будет то. А как узнать, что это условие? Потому что здесь пришла буква Фа. Фа-ли-напси. Джаваб-уш-шарт. Ответ на это условие. Ставится условие, затем приходит ответ на это условие. Или фа-ай-нама ту-аллю фа-самма вачву-ллах. Куда бы вы ни направились, там найдете лик Аллаха. Опять видишь, ставится условие. Если ты куда-то направишься, то там найдешь лик Аллаха. Здесь какая частица, или точнее какое имя условное пришло, Исм-уш-шарт. Слово ай-нама. Ай-на. Так, ай-на. Ай-нама ту-аллю фа-самма вачву-ллах. Куда бы ты ни направился, там найдешь лик Аллаха. Или как в фадисе пришло. Смотри. Какая бы женщина не вышла замуж без вали, без опекуна, ее никах батыль. Так, слово Айюма, Айюма указывает на что? Это имя условное. Ставит пророк слово самоусловие. Любая женщина, которая выйдет замуж без вали, ответ условия какой? Ее никах батыль. Ответ условия ее никах батыль. Понятно или нет? Видишь, здесь это ты довод можешь приводить и говорить, ты сюда тоже включаешься, то есть относительно какой-то конкретной женщины. Если она скажет, нет, я не включаюсь, почему? Потому что я ханафитского мазгаба, у меня свой мазгаб. Мы скажем, что пророк, салалу ассаляма, сказал, какая бы женщина, и не разделил, и не сказал, кроме женщин, которые будут следовать за Абу Ханифой. Нет, сказал, любая женщина. И здесь пришел общий контекст, и он включает всех женщин. Понятно или нет? И ты не можешь исключить саму себя и сказать, я сюда не вхожу. Тогда как пророк ввел тебя в общий контекст женщин. Понятно или нет? И этот, кстати, хадис является опровержением делению ханбалитов. Помните или нет? Они говорили, есть разница между фасид и батыль. И действительно, и ложным. И когда говорили про никах, что они говорили? Никах, в котором есть разногласия, как, например, никах без опекуна. Он называется как фасид, не называется батыль. Мы скажем, что посланник Аллаху сказал, фанюкахва батыль. И о никах батыль ложный. А вы говорите, он не называется батыль, называется фасид. Сам пророк называл его батыль. Понял или нет? Вот так, брат, слова фухага и ученых иногда противоречат контексту. Поэтому ты должен следовать за контекстами, выбирать контекст, а не слова фухага. И обратив внимание, это мозгаб всех ханбалитов. Мозгаб ханбалитский. То есть, все ханбалиты на протяжении веков пропускали через себя это правило. И либо не обратили внимания на этот явный контекст, так или нет. Которым сам пророк противоречит их делению. И называет этот вид никах абатыль. И не говорит, что он не называется абатыль, а называется фасид. Так или нет? Либо что? Посчитали, что это терминология, и в терминологии нет проблем. Мы говорим, в терминологии нет проблем только тогда, когда она не противоречит шариату. В данном случае она противоречит явному контексту пророка, салаллах алейсалам. Поэтому в этой терминологии уже есть проблемы. И у себя запишите здесь некоторые условные имена. Здесь такие как ман, перечисление просто. Ман, ма, махма. Еще раз. Ман, ма, махма. Потом мата. Айна. И айю. И айю. И здесь не нужно путать с буквами условными. Есть в арабском языке осмаушар, а есть руфушар. Руфушар не указывает на общность. На общность указывает осмаушар. Имена условные, а не буквы условные. Буквы условные как ин. Ин это буква, это не исам. Так в данном случае. Поэтому он уже не будет указывать на общность. И различить их можно, что выучить их. То есть говорить это и сам шарт, а это харф шарт. Так, давай теперь на этом остановимся, иншаллах. И остальные виды или формы точнее общего контекста и саму главу про общий контекст будем дочитывать завтра, иншаллах. Субханакаллахима. Бحمдик. Я жаду, что не субтитры, что я не субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...